Музыка Несколько важных вопросов, по которым хотелось бы дать позицию партии. Будет сегодня принят закон, который устанавливает предельный возраст для руководителей МУПов и ГУПов в сфере оказания медицинских услуг. До этого подобные ограничения уже были приняты для ректоров вузов и для научных учреждений. Мы в ЛДПР это поддерживаем. Мы считаем, что в обязательном порядке специалисты этой области должны продолжить свою деятельность. В законе это прямо отмечено. При этом они должны заниматься своей профессиональной деятельностью, должны передавать опыт, иметь возможность заниматься научной деятельностью, преподавательской деятельностью, ну и профессиональную деятельность свою совершенствовать. А заниматься водой, канализацией, питанием, ремонтом, это необходимо уже эти все полномочия передать другим управленцам. Тем более, что мир движется вперед. Есть новые схемы управления, технологии управления, современные средства управления появляются. И поэтому в ЛДПР мы всегда выступаем за омоложение. И поддерживая этот проект закона, мы внесли свой проект закона с тем, чтобы распространить такие ограничения на руководителей всех ГУПов и МУПов. Вот ЛДПР на примере доказала, как у нас создан крепкий фундамент, потому как произошел определенный прорыв, связанный с взятым курсом на омоложение в партии. И у нас крепкий такой получился базис. Энергия молодости и мудрость и опыт старшего поколения. Поэтому мы сегодня вторая партия в стране. В перспективе будем первой партией. Еще один пункт – это проект постановления Государственной Думы, который ЛДПР также поддержит, об учреждении парламентского телевидения. Наконец-то, спустя больше чем 20 лет, в России появится свое парламентское телевидение. Тогда страна сможет больше узнавать о том, что же происходит в Государственной Думе, что такое вообще Государственная Дума. Многие граждане, которые не погружены в тему управления страной, считают всю вертикаль власти как одно целое. С одной стороны, правильно. У нас у всех есть общая ответственность перед нашими гражданами, перед нашими избирателями. Но надо понимать, есть правительство, есть Государственная Дума, где есть партия власти, голосами которой принимаются те законы, которые потом не однозначно воспринимаются в обществе или которые вредят, а не помогают развитию нашей страны. Вот сегодня опубликовали рейтинг, Россия попала в пятерку самых худших стран мира по уровню пенсионного обеспечения наших граждан. На уровне Индии, Греции, Китая, вот где мы находимся. Это уже не первый год. А вчера голосами Единой России был принят законопроект в первом чтении, который устанавливает новую формулу поощрения деятельности негосударственных пенсионных фондов. А россияне продолжают жаловаться на то, что они теряют свои накопления при переходе из одного фонда негосударственного в другой или из пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд. Пользуясь юридической неосведомленностью и тем, что граждан не знают, что за пять лет только надо предупредить о своем переходе, только в этом случае накопление не потеряется, граждан провоцируют на эти переходы, а порой за граждан организовывают эти переходы, используя коррупционные схемы, и люди теряют в своих накоплениях. А потом вот мы находимся в этом позорном рейтинге. До сих пор не решен вопрос по индексации пенсии работающим пенсионерам, и только в этом году индексация пенсии для неработающих пенсионеров по уровню фактической инфляции. Во втором чтении будет рассмотрен и поддержан законопроект, усиливающий ответственность за действия, которые приводят к суицидам. ЛДПР поддержит, но одновременно с этим мы обращаем внимание на то, что ответственность была введена относительно недавно, никакой правоприменительной практики практически нет. И почему такой сумбур у нас происходит, для нас это большая загадка и большой вопрос. Хотя ЛДПР два года назад сказала, посмотрите, есть уже зарожденная проблема, давайте на нее обращать внимание. И нам тогда говорили, не надо, не привлекайте внимания к этой теме, все будет и так разрешено без активного обсуждения. Но вот спустя два года теперь мы видим, что это массовое идет такое явление противоправное, когда люди, одни сходят с ума, получая внутреннее удовольствие от того, что они доводят людей до суицида. Мы поддержим, но обращаем внимание, что нужно слушать ЛДПР, тогда проблемы будут решаться быстрее. Спасибо. Уважаемые коллеги, судебные приставы планируют списать 1 триллион долгов нашим гражданам. Мы поддерживаем эту инициативу и ЛДПР и дальше идет в этом направлении. Мы считаем, кредитная амнистия должна быть проведена тотальная по всей стране. Должны быть списаны все долги потребительские по кредитам. Должны быть списаны все долги по жилищно-коммунальным услугам, но и в том числе долги между гражданами, долги по штрафам. То есть тотальная амнистия, она оздоровит нашу экономику, повысит настроение гражданам и улучшит состояние общее в обществе и в стране. Далее, сенатор Маккейн объявил, что серьезно болен, ему будет проведена операция. Мы желаем ему выздоровления, этому патриоту Америки. И, конечно, после болезни, когда он оправится, мы надеемся на то, что он будет мягче относиться ко всем странам и поймет, что от решения политиков зависят миллионы жизней. Ну, а операцию можно было бы провести в Москве, в Институте мозга. У нас очень хорошие врачи здесь, в России. Поэтому мы ему желаем выздоровления и приглашаем сенатора Маккейна в Москву. Хотелось бы призвать всех граждан, которые следят за Россией, за нашим туристическим потенциалом, проголосовать на сайте россия.тревел за туристический бренд нашей страны. Жюри авторитетное отобрало 10 вариантов, и сейчас они представлены на суд публики. Мы всех призываем принять участие в этом голосовании. От того, какой бренд победит, будет зависеть, с чем и как Россия будет позиционироваться в международных средствах массовой информации и при рекламе нашей страны. Еще одна тема – это предстоящие каникулы депутатов. Мы всех призываем, наших коллег, активно заниматься физической культурой, спортом, посетить туристические объекты внутри России, не выезжать за рубеж ни в коем случае. Все санатории, все курорты на территории нашей страны готовы к приему туристов, и в том числе и депутатов. Депутаты же фракции ЛДПР, конечно, отдыхать не будут. Все участвуют в избирательных кампаниях, которые идут в регионах. Кто-то в качестве кандидата в губернаторы, кто-то в качестве куратора избирательной кампании. Но за лето, за предстоящие каникулы нам нужно обязательно посетить максимальное количество регионов. А всех граждан России мы призываем отдыхать только внутри нашей страны. Не забывать бабушек, дедушек, съездить в деревню, помочь своим родным и отдыхать преимущественно у своих родных, близких. Потому что отдых – это смена обстановки. Вот самое главное. Смеять обстановку, съездить в соседний город, в соседний регион, в какой-то санаторий на территории России – это намного интереснее и полезнее, чем ехать за рубеж и подвергать свою жизнь риску, как это делают многие туристы, посещая горячие регионы, вопреки в том числе и запретам, которые Ростуризм и МИД накладывают на выезд. Большое спасибо, успехи. Доброе утро. Сегодня одно из важных событий – это парламентские слушания по финансированию отраслевых вузов. Конечно же, Министерство образования и науки душит отраслевые вузы, это явно, это видно. Но и при этом сами отраслевые вузы достаточно неэффективно себя ведут, не развивают новые форматы. Да, закрывают такие непрофильные специальности, как юридическое образование, экономическое образование. Но где инновации? Вот, к примеру, если бы вузы подведомственные Минспорту могли бы такой факультет себе открыть, и мы уже потребовали, написали и Васильева, и Мутко, по киберспорту. Факультет киберспорта – это было бы очень замечательно, большое количество абитуриентов было, и я уверен, что был бы интерес. Это первый момент. Второй момент. Сейчас мы мониторим увеличение стоимости обучения на коммерческих отделениях. Это никуда не годится. Фракция ЛДПР выступает против такого увеличения. В высшей школе экономики самый дорогой факультет в России вообще есть. 670 тысяч рублей за один год обучение стоит. Мы готовим законопроект об ограничении стоимости обучения на коммерческом отделении. Это очень важно, потому что то образование, которое сейчас дается в наших ведущих вузах, оно, конечно, абсолютно элитарное и недоступно рядовому, простому человеку. Конечно, есть факультет попроще, есть факультет подороже, но мы выступаем за то, чтобы был общий доступ. Выборы в Москве. Административный ресурс в этом году сменился ресурсом безграмотности абсолютно. Ресурс безграмотности в избирательных комиссиях, в территориальных избирательных комиссиях, где наши товарищи приходят и требуют от представителей парламентской партии, чтобы собирали подписи. На выяснение отношений разбирательство уходит 2-3 дня, кандидаты тормозят свою избирательную кампанию, и тем самым мы не всегда успеваем правильно и четко подходить к вопросу регистрации кандидатов. Это очень важно в той ситуации политической конкуренции, где практически все партии выдвинули большое количество кандидатов на муниципальных выборах в Москве. И московское отделение ЛДПР, я лично проведем большой митинг-пикет у посольства Украины в ближайшее время. Жертвы политических репрессий, которые есть, убийцы, которые не ответили за свои преступления на Украине. Большое количество журналистов, которые говорили правду и за эту правду пострадали. И таким образом мы хотим провести бессмертный полк, бессмертный марш тех людей, которые погибли от рук палачей на Украине. Мы выйдем с фотографиями тех журналистов, тех общественных деятелей, тех представителей средств массовой информации, которые были убиты, которых выгнали из страны, на которых было направлено насилие на Украине. Поэтому, конечно же, для нас это важное мероприятие, потому что за то, что ты сам себя пытаешься назвать или обозначить как русский на Украине, вместо того, чтобы была защита со стороны правозащитных организаций, со стороны европейского сообщества, которое так явно клянется в демократических порывах своих в этой стране. Поэтому мы должны защитить со стороны России, это очень важно. И мы уверены, что наши действия, хоть какой-то отклик и в Евросоюзе, и у наших украинских коллег, у тех сил, которые еще нацелены на конструктивный диалог, вызовет. Спасибо большое. Воскресенье, воскресенье, 12 часов. Спасибо. Пресс-релизы будут. У меня самая большая информация, поскольку я с первого дня здесь. Зюганов тоже, но все-таки придерживаются определенной идеологии. И... Вот, седьмой созыв самый удачный. Почему? Значит... Мы много лет добивались усиления дисциплины. Дисциплины. Значит... Палате. Мы предлагали кардинальное решение. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»